Добрый день, дорогие друзья! Все вы прекрасно знаете, как в какой-то статической ситуации находится Арцах, как в какой-то статической ситуации находится Армения. Многие уже отчаялись, к огромному сожалению, считают, что нет никаких возможностей, инструментов изменить ситуацию. Я так не считаю. Я считаю, что в обмене еще есть сила, сохранился это единственный институт, который может изменить ситуацию в Армении на сегодняшний день, и это церковь. Не знаю, все ли из вас знают или нет, но 24-25 июля епархия Армейской Апостольской Церкви в Иране била на бат. Что это означает? Вот это означает то, что враг близок, война близка, и это фактически призыв к бою. Я, насколько мне известно, подобное не может быть сделано, не согласовано. Я уже говорил об этом, я надеюсь, что на бат мы услышим во всех епархиях Армянской Апостольской Церкви, к всему миру, потом мы услышим вову Чмядзин. А помимо этого, первопрестольный Чмядзин уже не раз выходил с призывом бороться. И я считаю, что Армянская Анация, руководимая церковь, может решить все те проблемы, в которых мы сейчас оказались. История это доказывает, потому что самые тяжелые моменты нашей истории именно церковь вставала на пути спасения и возглавляла этот процесс. Я считаю, что сегодня мы, армяне, должны пойти к церкви и показать, что мы стоим рядом с ней. Мы готовы вместе с ней воевать за наше будущее, за спасение нашей страны, нашей Родины, нашей нации. Я обещал раскрыть детали нашей следующей акции. Вот, в воскресенье мы планируем пешее шествие из Титяна Каберда в Чмядзин. Почему Титяна Каберда, думаю, многие сразу поймут, потому что это именно то место, которое кричит о геноциде Армян. И сегодня происходит геноцид в Арцахе. Если мы не предотвратим ситуацию в Арцахе, если мы не предотвратим сдачу в Арцахе, то геноцид начнется и в Армении. Можете не сомневаться. Мы пойдем в Чмядзин, будем находиться там столько, сколько потребуется, чтобы встретиться с католикосом Горегином Б. и просить Его о том, чтобы Церковь начала и возглавила процесс по спасению нашей Родины. Это очень непростой путь. Это 25 километров по жаре, изнужающей жаре. Именно поэтому мы уже вчера, как я вам говорил, заказали атрибутику определенную, заказали кепки для тех, кто будет участвовать. Часть заказали. Надеюсь, что с общими силами мы сможем заказать еще, потому что, ну, хотя бы это очень необходимо. Сейчас мы занимаемся организацией всего процесса, чтобы это прошло правильно. Много чего иногда организовать. У нас спектантов по этой жаре придут, не каждый людям надо помогать. Нужно обеспечить водой, пункты еды. И, в общем, мы это все сделаем обязательно. Я уверен, что люди даже и без какой-либо поддержки смогут пойти, несмотря, опять же, на этот тяжелый путь. Потому что мы должны пройти тяжелый путь. В Орцах проходит невероятно тяжелый путь. То, что мы предлагаем по сравнению с тем, что они проходят каждый день, это совершенно ничто. То, что ситуация, в которой находится наша страна, это гораздо большая катастрофа. Я уверен, что очень многие откликнутся на это. И мы сможем показать, что мы готовы стоять рядом с церковью. Мы готовы вместе с церковью идти в этот бой и спасать Армению и Орцах. Спасибо большое.